просто сейчас мы встретились где-то в час ночи с парнем одним мне не думайте типа все нормально все по теме и тачек вот зовут его Денис он недавно купил кресту 81 постоянно свапал джизеты был в этой тематике очень много шарит в подвеске в деталях которые совмещаются друг другом дал много сервисов сайтов и наметок наводок где как что делают с коробками какие сцепления подходят у меня важный сейчас момент это сцепление проскальзывает и мощность двигателя не передается на задние колеса нормально вот поэтому надо со сцеплением разобраться какой вообще у меня стоит и что туда можно поставить помощнее вот примерная цена этот ряд gte от целики 20-25 косарей сцепа гитрак можно пока не ставить можно попробовать на этой замене сцепления ну то есть на альтезовской коробке вот поменять сцепление и ну и посмотреть не должно просказывать на самом деле потому что уебанс дополнительно ты заходишь в дрифт и пытаешься блин что-то мы как-то скинуть сцепление сцепление типа чтобы пойти боком не ни хера ну типа у тебя уууу и все и тишина сзади ну типа ничем не это проскальзывает сцепа вот поэтому сцепу надо купить в итоге бля сколько мы по времени по-моему часа полтора с ним общались по всякой вот этой теме типа машин джизетов и всему остальному типа как это все работает вот в общем он еще мастер сварки может так сказать ну как бы не мастер а учится вот и с ним в принципе может как-то по ну не дешевну даже в плане он хотел бы научиться всему этому варить свапать и всему подобному у него есть как раз вариант где-то сейчас найти место он этим занимается и на себя работать и сварить примеру мне выхлопную систему почему бы нет вот просто я сварил выходную систему как и он сказал по рынку очень дорого типа я за два косаря сварил один шов вот такой шов по кругу два косаря потратил это до хрена он говорит я беру за это 300 рублей и сваривает ну вот этот круг другие компании берут там 700 рублей 500 рублей вот типа понимаете да что типа два косаря до хрена отдал ну похер типа окей я не разбирался в этой системе тематики я доверился тому что есть какой-то там парень который варит я даже не обзванивал компании не узнавал цены я думаю этот парень не сделает дешево но как я понял ни хера не дешево типа ну два косаря похер ладно типа сам проебался вот этот что я хотел а мы по запчастям что рассказываю ему типа что продал кучу запчастей по 100 рублей он просто в шоке сидит у него вообще чуть не плачет говорит как так-то и на типа это типа я всегда эти запчасти искал типа не всегда вот это после времени типа искать запчасти типа еще несколько лет назад у него тоже такая тачка была и он тоже искал и вот примеру выхлоп сейчас он купил трубу которой не было несколько лет на рынке представляете несколько лет не было на рынке я ее продал сейчас за для сколько собрать 800 рублей вот хотя я мог спокойно выставлять на нее 6 косарей 8 там 10 ну не знаю сколько она стоила там типа ну точно больше пятеро вот вообще я чуть позже я понимаю что вы ждете подытожу примерно сколько по рыночным ценам и запчасти стоили бы если бы я их продавал ну если бы место было бы просто где хранить их и типа я потихоньку бы их продавал продавал они бы точно продались все вот поэтому эту цену выставлю и сколько я в принципе наварил даже с учетом того что по 100 рублей я много запчастей слил реально больше больше 100 получается по 100 по 200 рублей слил вот так вот кому-то помог но типа мне абсолютно похер типа я помог реально людям реально выручил их люди не могли несколько лет найти запчасти в россии не говоря уже там регионах типов с которым он живет тебя просто в россии нету этих запчастей вот так вот очень рад типа что он помог ребятам может быть ко мне когда-то то есть я вот верю в это то что мы типа делай добро добро тебе отзовется делай зло ну и зло тебе прилетит типа у нас есть связи между людьми по любому в общем я три месяца не стригся вот это вот хреновина сверху это за три месяца вот так это все выглядит че по ходу надо постричься да жесть вообще можно так и остаться смотрите как прикольно такая хреновина сверху ух жесть конечно так борода мне нравится ну типа я сейчас немного постричь выровнять и такая ух здоровая хреновина да не конечно это надо будет с привателем да и сверху хрен знает что делать смотрите какая ебать так надо постричься так как стричься я пойду завтра поэтому надо исправлять ситуацию хотя бы чтобы еда вот смотрите в момент у тех у кого усы они заходят за губу вот сюда и вся еда которую ты ешь остается здесь и каким-то образом падает вниз из-за того что не может просочиться в рот я не знаю проблему это только у меня да я думаю нет вот в общем избавляемся ну все идеально ну что хочу сказать на сухую это делать лучше не делать вот либо маслом промазываете и делаете ну это типа правильно и безопасно типа лезвие скользит но лезвие здесь новое стоит и кто умеет пользоваться тот вряд ли поранится и себе проблем нанесет тем более кожа у меня стала уже грубая здесь везде поэтому я даже после бритья не обрабатываю никакими кремами хотя они есть вот типа бесполезно ну типа они не нужны хотя по поводу линии линию мы наверное ну изменим не изменим не знаю менять не будем потому что у меня здесь родинка и типа борода скрывает мою родинку ну она вообще не прикольно типа удалять ее потом шрам останется и может быть даже волосы не будут расти это не прикольная хуйня вот не знаю даже как родинки удаляются с шаумми не шаумми но я думаю все равно здесь расти больше не будет поэтому да поэтому вот линия вот эта сейчас еще родинку немного надо будет триммером убрать и тогда она сравняется как будто ее нет лайфхаки у кого родинки на лице есть вот в общем обязательно натягивать кожу надо в обратную сторону противоположную бритью это очень очень важно ладно пойдет ну и снизу сейчас обработаю это уже не для съемок я как на картонах блин потому что стоит вот в общем это не потому что у меня стоит а камера так стоит пошлики возвращаемся все ладно сейчас будет вот так ну я сделаю и будет уже съемка как я иду к Саиду вот к этому бородатому сценею я иду не знаю это искать надо сюда Друзья, вот и все. Все готово. Большое спасибо. Слушай, я не знаю, как это получилось, но вот эта конкретная Филадельфия была самой вкусной Филадельфией в моей жизни. Это просто супер. Это высочайшее качество ресторанной кухни. Звезды Мишлен вам в карму. Смотрите, вот за этим зданием находится наша точка суши. Там сейчас убирают снег. То есть там дичайшая колея. Вот. Хорошо, что все убирают, но у меня полная машина продукции. Вот. И я подхожу к охраннику. Рядом стоит управляющая. Отходит, как только я подхожу. И говорит следующее. Охранник говорит, типа, мне управляющая сказала, что, ну, чтобы меня не запускали на территорию. Причина. Когда у нас был потоп, ну, помещение, управляющая, ну, я увидел управляющего этого дома. Подхожу, говорю, что за херня вообще? Почему у вас потоп в доме? Типа, каждый год, как сообщили об этом, типа, бери, бля, бегом швабру. Я ей командую. Вот, бери бегом швабру, типа, ведра и пошла убирать. Типа, что за херня? Она говорит, какого хера ты мне приказываешь? Типа, я тут главное в доме. Типа, я говорю, мне похер. Я арендую у тебя помещение. Ты должна предоставить мне комфортные условия. Если сейчас мое оборудование промокнет, будешь оплачивать. Ну, в смысле, испортится. А где все оборудование? В итоге она на меня обиделась. Сейчас вот, подъезжаю, мне не дали разгрузиться. В итоге буду по паже разгружаться. Вот, и обиделась, сучка. Чтобы вы понимали, карданный вал крутится об колею. Я коробкой, креплением валки задеваю колею, и машина не едет. Я пару раз уже врезался в колею. Вот, в снег. Важный момент. 10, нет, секунд 30 назад, до того, как я начал снимать это видео, в меня врезалась машина. Из-за того, что мы ехали друг на друга, и нас, точнее, я нормально ехал. У меня, не знаю, все хорошо было. А у него передний привод, и зад его сдвинул. А что-то, короче, сейчас еду и думаю, ребят, на это, походу, была возможность, которую я упустил. Потому что уже неделю загоняюсь по поводу одной акции, которую я очень хорошо просчитал, и она вырастет примерно в три раза в ближайшее время. Вот. И мне не хватает всего там, по-моему, ну, 60-70 косарей не хватает. И вот как раз 60-70 косарей мне бы выплатили минимум за эти двери. А сейчас у меня и царапина, и 60 косарей нету, и акции я просрал. Идеально. Сейчас доеду докуда-нибудь и посмотрим, что там. Блять. Ну что, берем тряпочку и идем смотреть, что же у нас там вышло. Так. Знакомьтесь. Полоска. Царапина. Вот она. Смотрим, насколько все плохо. Ну, да, заебись, все максимально хуёво. Вот с такой полоской будем мы кататься, получается. Да, ну и здесь вот он прошелся весь. В общем, мораль сей пасни такова. Если тебе очень нужны бабки, ты знаешь, как их пристроить, жизнь дает тебе всегда возможности. Даже каким бы ты добрым не был, надо, ну, типа, оценивать ситуацию так, что это возможность, и это зарабатывание бабок. Вот. Ну, вот в плане этой ситуации, по-любому, это для того, чтобы купить эти акции. Вот. В общем, бля, я не знаю, быть добрым, либо быть плохим и таким, типа, все, эээээ, давай, типа, ты врезался, значит, будем стоять, это у меня раритет тачка, а на них, если сейчас еще там по другой статье подождем гаишников, до 400 тысяч, мне там могут 200 выплатить, типа, вот, все, ждем, 200 косарей, навара, блядь, все, он, вот, я уже ответил себе на вопрос, я бы не хотел таким пидорасом быть, это говнолюди, ну, типа, а с другого момента, типа, мое имущество пострадало, кто царапину устранять будет, Костян, за чьи бабки, за свои бабки, за свое время, пиздец тоже, хуй знает, блядь, но, знаете, важный момент, который меня всю, всю жизнь догоняет, всем похер на тебя, ээээ, пока ты сам, чего ты не сделаешь, не добьешься, никто тебе, блядь, не поможет, никто тебе даже, вообще, блядь, полная хуйня, ну, типа, ээээ, ты никому не нужен, вот такая херня, и она везде присутствует, всем похер, вот просто, реально, всем похер. Кстати, в моменте очень сложно думать, возможности это или нет, типа, эээ, и преобладание все-таки во мне чего-то доброго, блядь, намного больше, чем какой-то такой, знаешь, меркантильности, типа, о, сейчас заработаю бабок, ну, типа, не знаю, чувак ехал, реально, не хотел этого делать, типа, просто съехал в калие, блядь, из-за того, что дороги не чищены, но это наши проблемы с ним, из-за того, что мы в этом городе живем, типа, конченом, плохом и уродском, вот, меня не перебедить, не у всех спрашивал, как Новосибирск, все сказали, говно, пытался у людей, как-то узнать, типа, помогите мне полюбить этот город, типа, в чем, в нем плюсы, люди, никто там, реально, десятки людей, никто не может ответить, это реально ублюдский город, Сибирь, не знаю, сюда, вот, если бы здесь тюрьму построили, вообще огромную, знаешь, типа, короче, сюда надо ссылать всяких зэков, всех, типа, за место вот этих всех домов, это тюрьмы были бы, и они были бы ужасно страшные, мрачные, и город нечищенный, знаешь, вот это вот, такой, знаешь, ад на земле, вот, Новосибирск плюс-минус ад на земле, я считаю, я не был в еще хуже местах, но я думаю, даже в Африке, где нету абсолютно ни хрена, там лучше, наверное, ну, не знаю, в общем, Новосиб реально плохой город, к чему я, блин, опять Новосиб, это, по поводу доброты, у меня реально, о, проскользнула сцепа, надо сцепу менять, вот, хочу до лет, вот видите, бабки тоже бы сейчас были, чтобы сцепу поменять лишние, бабки те, которые я могу реализовать в другую сторону, то есть, все, что я зарабатываю сейчас, я все реализую в сушах, я оставляю в сушах, все вот, вообще ни копейки не беру, типа, все оставляю в сушах, да, это и правильно, пускай лучше там развивается, потом когда-нибудь заработаю, похер, типа, полезнее лучше, ну, чтобы это все оставалось в компании, вот, поэтому, сейчас бы и на сцепу были бабки, и в акции мог бы скинуть собака, я же не вернусь сейчас, видите, сейчас уже вот разумным этим методом рассуждаю, типа, была возможность, типа, огромная, ну, огромная польза была бы все-таки для меня в плане развития, если бы мы постояли, подождали гайцов, они приехали и оформили нас, и я бы хорошо бабки заработал, вот, вот эти бабки я смог бы реализовать, ну, на свое развитие, жизненное, ну, типа, будущее, акции сцепа, для того, чтобы я получал эмоции летом, потому что, она уже, видите, вот сейчас подтаивает, уже за асфальт цепляется, и, проскальзывает сцепа, то есть, ты хочешь газку и поднавалить, а нифига не происходит, просто проскальзывает, и передача мощности на задние колеса не происходит, вот, поэтому не дрифтит, типа, еще, если вот скользко, еще можно, к лету все, жопа, спалила сцепление, вот, опять проскользнул, ха-ха-ха, короче, ладно, что расстраиваться, все, была ситуация, была, отпустил человека, все, добрый, хороший, что он сейчас будет радоваться, и, пиздец, заблагодарить меня, то, что, ебать, я ему же спас, ну, в плане, сэкономил, и время, и деньги, вот, поэтому, ждем следующего возможности, ха-ха, потому что, мне надо найти, где-то бабок на сцепу, не хочу с, компанией брать, ну, в плане своей заработанной бабки, не хочу их оттуда брать, вот, и, хочу акции купить, капец, денег нету, хочу в акции вкинуться, очень много, реально, акций, помимо даже той, которую я нашел, много акций, которые, в принципе, хорошие, пипец какие хорошие, которые, прям, сейчас хочется купить, они, юксанутся, ну, в два раза, те, которые я уже тоже изучил, ладно, похер. ох, ни хрена себе, что еще подметил, прошло буквально пять минут, знаете, почему еще мы разъехались, потому что я к машине, из-за того, что она сейчас корчевальная, отношусь немного, без сохранности, как-то так, ну, типа, много уверенности в тачке стало, в плане, как я езжу, и, если она еще гниет, и вот этот весь вид, такой рикетир, и, типа, я к ней стал относиться, ну, как бы, поцарапалась, ну, и ладно, ну, типа, все равно в будущем хочу, там, типа, если буду оставлять, там, это, отелька строить, в общем, покрасить, и, типа, похер, вот такое отношение, и отношение у меня сейчас ко всем вещам такое, вот, настолько пофигу стало, настолько, на самом деле, вещи, это просто пыль, не нужна никому пыль, вообще, ну, типа, по нахер, ну, чё ценить-то в этих вещах, это неодушевленная хрень, ну, тачку, вот, по поводу тачки, как я отношусь, тачку пиздец люблю, вот, но из-за того, что она реально корчевальня, отношение стало такое, более спокойное, ну, ну, наверное, человеку лучше будет, типа, ну, давай, отпущу, просто дедушка тоже врезался, он такой, ну, пожалуйста, отпусти, такой, ну, пожалуйста, езжай, вот, я отпустил дедулю, и мужика сейчас отпустил, нахера я это делаю, мы с ним всё равно никогда не увидимся, за него страховка бы оплатила, и я бы не искал сейчас бабки на восстановление, допустим, благотрашного покрытия, там, ладно, всё, о чём ему солить, забыли. А, нихрена, чё-то меня пробило на разговоры, это все темы, смотрите, я построил тачку, я ни разу сам не врезался, по своей же причине, я ни разу ничего вообще никуда не влетел, вожу очень, ну, я считаю, нормально я вожу, типа, за всем слежу, у вас есть зеркала, смотрю, типа, никого так сильно не подрезаю, ну, иногда подрезаю, вот, но, все аварии со стороны пошли, блин, вот, что я заметил, неприкольная фигня. Продана, ёпта, вообще забавно, что, когда ты выставляешь цены по 100 рублей, и даёшь этому, ну, небольшую рекламку, в плане, ВКонтакте, я выставил посты в группах GX81, и пошло, поехал, короче, за неделю, приехала куча тачек, ну, правильно, в плане людей, которые купили у меня запчасти, у меня они реально очень быстро уменьшаются, вот, сейчас купили только что еще. Меня задержали в 10.20, задержали, потому что сейчас протоколы пишут, вот, задержали в 10.20, прошло уже 40 минут, вот, сначала задержали по поводу того, что поворотник не включил, я не согласен с этим решением, потому что за время ожидания более тысячи машин уже посмотрел, ну, по-моему, около тысячи проехало, здесь очень хороший поток, вот, ни одна машина не включила поворотник в том месте, потому что, как и у меня, я включаю поворотник, и маленький этот поворот сразу выключается, ну, то есть, немые проблемы, и так работают подрулевые переключатели. Потом сотрудникам, ну, инспекторам, сотрудникам не понравилось это, они решили меня фотографировать, все спрашивать, шильдики, машину мою открывать, я это не смог, конечно, зафиксировать, они все сфотали, в общем, у меня нету брызговиков, из-за того, что их оторвало на днях, из-за того, что снег в городе Новосибирске не чистится, вот, и по поводу лампочек, я уже купил лампочки, их нужно поставить, еду в СТО, меня остановил ДПСник, ну, в плане инспектор, вот, и мне надо установить лампочки, у меня они не работают, сейчас еще приехал, сзади вот машина ДПС, хотят по полной меня как-то проверить. Задолбали, блядь, останавливать, я просто уже устал, постоянно, просто постоянно останавливают, и, я не знаю, ну, типа, это, скорее всего, из-за елки, которая стоит, и, он просто сейчас выбежал, вот, у нас есть 6 полос, ну, по сути, раз, два, три, четыре, да, шести, блядь, даже больше, по-моему, шесть, семь, восемь, короче, многополосник, вот, и он, я был в левой экране, он пробежал 3 полосы, остановил всех, остановил меня, я проехал метров 50 вперед, да, метров 50, минут 5 его ждал, пока он дойдет, вот, и, я сейчас вам все расскажу, что у меня было вчера, выписали кучу штрафов, меня хотели машину вообще, отогнать на эвакуатор, блядь, вот, в общем, это, ну, штрафстоянку эвакуатором, вот, это прикольно, мне, батя, все говорят, убери ты эту нахер елку, заткни ты свою, эту, выхлопную систему, не, не хочу, ну, типа, это кайфово же, о, сейчас боком ходить буду, постоянно в этот поворот хожу, и, рассказывай, что это, короче, мама вяжет мне, кардиган, длинный, вот, вот отсюда, да, и вот, и вот эта вот схема, это вот, как бы, рапорт называется, и вот он вот, вот здесь вот заканчивается один рапорт, вот, потом, это, это закончился рапорт, это я потом снова начинаю, вот отсюда его второй рапорт, как же можно, да, и вот это вот я вижу, чтобы не спутаться, вот рапорт связал, потом еще раз связал, вот, и в итоге получается вот такая, вот такая штука получилась, вот это вот в интернете посмотрела, вот это как раз за Геннадий будет, да, вот в интернете посмотрела, видишь, как фабричная, вот, все вот, ну, ну, потом потянется, вот так вот, классно, и вот так вот будет, вот так вот, шар-коворотник, но я, знаешь, это посмотрела там, я считаю, что здесь надо будет пуговички сделать, я посчитала, раз, два, три, четыре, пять, шесть штук пуговичек, вот, а зачем? хочешь застегивай, хочешь не застегивай, а ну так, тогда пуговичи, давай какие-нибудь, можешь деревянные купим, не, не деревянные, ну, пластмассы под цвет дерева темного, или какие, сейчас, во всем выберем, ну, короче говоря, да, они будут, пестрые такие они будут, hein, да, а да, не 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 ты